Богатство, единство и непроданная любовь. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для Альтернатива.орг за 6 мая 2020 года. Вторая часть статьи. Ничто не дается просто так. Система идет в разнос и начинает имитировать мобилизацию на 70% и более, работая в холостую. Повторю, полиидеологичная система требует управленческих кадров высокой квалификации. Именно поэтому практически все постреволюционные системы, неважно, установились они в результате буржуазной или пролетарской революции, бывают моноидеологичны. Старые квалифицированные кадры революционеры разгоняют, а сами управлять слишком сложной системой не могут тяготеть к простоте. И только через время, а как правило через поколение, а то и через 2-3, когда наработают опыт и квалификацию новой кадры, система начинает дрейф к полиидеологичности. Если она успевает его завершить, то уцелевает. И если же по каким-то причинам происходит задержка или откат назад, система рушится. У моноидеологичной системы есть еще один родовой недостаток. Для обеспечения единомыслия в обществе государство пытается регулировать все сферы жизни – науку, культуру, личную жизнь, семью. Причем это свойство не только социалистического, моноидеологического государства. На примере последних десятилетий засилия леволиберальной глобалистской идеологии на Западе мы видим абсолютно тот же подход. Разница лишь в том, что привычное нам социалистическое государство СССР в первую очередь устанавливает контроль над экономикой и распределением, а затем уж идет дальше. А либерально-глобалистский капитализм вначале ставит под контроль личную и общественную жизнь, а уж затем пытается обеспечить контроль над всем экономическим процессом. Но эта разница несущественна. Положите ли вы на сковородку раньше куриное филе или разобьете яйцо, у вас все равно получится курица с яичницей. Окружающие сегодня Россию системы моноидеологичны. Причем речь идет не о Китае, который под руководством Коммунистической партии строит самый, что ни на есть кондовый капитализм. Там тенденция к моноидеологичности проявилась только при Синьцзиньпине и то пока лишь в качестве обоснования его права на продление властных полномочий в условиях глобального кризиса, не терпящего излишней суеты. В остальном же завет Дэнь Сяопина о том, что нет никакой разницы в том, какого цвета кошка, если она ловит мышей, свято выполняется. Моноидеологичность в наше время стала уделом гордящегося своей толерантностью Запада. Причем дошла до такой степени абсурда, что в США весь срок полномочий травят законно избранного президента, чьи взгляды не вписываются в принятые элиты идеологические догмы. Однако классический Запад США, Европа, Канада, Австралия, Новой Зеландия в принципе еще сохраняет, пусть и в рудиментарном виде, традиционно политической терпимости к идеологическим оппонентам. Трамп все же стал президентом. А в Западной Европе несистемные традиционалистские партии и политики постепенно становятся системными, пробиваются во власть и бодро теснят либеральных глобалистов. Главными адептами моноидеологических систем является пояс лимитрофов, отделяющий классический Запад от России. Когда эти государства пытались с разной степенью успешности состояться как часть общей западной системы, они не могли предложить классическому Западу ничего, кроме абсолютизации моноидеологичной леволиберальной глобалистской системы, которой они поклонялись с ревностью неофитов, а также пещерной русофобии. На этих двух китах базируются лимитрофные режимы от Одера до Северского Донца и от Балтики до Адриатики. Существуют эти режимы за счет политической, военной, дипломатической и финансовой поддержки Запада, но с исчерпанием возможностей Запада в эпоху глобального системного кризиса, они начинают переживать состояние острой ресурсной недостаточности. Украина является лишь наиболее очевидным примером этого, а постав в последний вагон уходящего в ЕС и НАТО поезда, Киев оказался на платформе без денег, билета и перспектив. Если, конечно, не считать перспективой очередь за бесплатным супом, но ровно та же судьба ждет и других лимитрофов. Кого-то чуть раньше, кого-то чуть позже, но всех обязательно. Дело в том, что моноидеологичные государства в принципе не могут быть богатыми, слишком много ресурсов уходит на поддержание идеологического единства. Это, в принципе, главная цель моноидеологичного государства, остальное второстепенное. Мы не раз видели, как моноидеологичный Запад жертвовал экономическими интересами ради идеологической девственности, причем именно восточноевропейские лимитрофы были запивалами этого процесса. А Украина так и вовсе полностью отказалась от суверенитета и добровольно разрушила собственную государственность, лишь бы оказаться наиболее идеологически стерильной. Что произойдет, когда у лимитрофов окончательно кончатся ресурсы для поддержания моноидеологических режимов? Там произойдут очередные революции, в большинстве случаев бархатные, в отдельных наиболее запущенных ситуациях – кровавые, после чего новые частные правительства обратят свои взоры к кому? Правильно, к России, как к источнику необходимых им для выживания ресурсов. Повторяю, с сегодняшней Украины, пока еще пытающейся с Россией торговаться, но это ненадолго, скоро она будет готова на все. Процесс только начинается. Через несколько лет ей в затылок будет стоять в очереди вся лимитрофная братья, все осознавшее и осудившее ошибки и преступления прежней власти. У Москвы будет крайне сложный выбор. Когда и бросать без присмотра лимитрофы нельзя, и брать их на содержание нельзя. О некоторых возможностях третьего решения мы уже говорили, и они далеко не исчерпываются одним единственным вариантом. Но и здесь есть проблема. Лимитрофная моноидеологичная полоса рушится слишком быстро. Для того, чтобы спокойно, уверенно и прибыльно переварить ее по частям, требуется лет сто, а решать проблему надо будет в течение ближайшего десятилетия. Большинство стран региона, если не всем, Россия на первом этапе сможет помочь только добрым советам или собственным примерам. Только воссоздание цветущего политического многообразия позволит им начать собственное восстановление своими силами. И только в этом случае они смогут в конечном итоге, после достижения определенного уровня экономического развития, после череды трудных лет самостоятельного восстановления, примкнуть к евроазиатским интеграционным механизмам, позволяющим ускорить развитие за счет кумулятивного эффекта. Если же они механически сменят моноидеологичную русофобию на столь же моноидеологичную русофилию, то они и дальше будут пытаться благоденствовать за счет продажи политической позиции. Только чеки к оплате своей мобилизации на новых правильных идеологических основах будут слать не в Брюсселе, Вашингтон, а в Москву. Кто-то скажет, что если мы им не поможем, они огорчатся и уйдут на Запад. Ради Бога, если у Запада есть средства покупать продажную любовь, вольному воля. Но помочь мы им можем только объяснив устройство политического механизма достижения национального богатства и благополучия, а не оплатой вселимитрофного одобрямца. На это никаких денег не хватит. Даже у США доллары кончились, а благоденствие у лимитрофов так и не наступило. Кстати, в период между мировыми войнами единственной демократии Восточной Европы и одновременно самой богатой и промышленно развитой страной региона была Чехословакия, проводившая к тому же наиболее адекватную внешнюю политику, а моноидеологичные диктатуры от Польши до Румынии являлись не более чем аграрно-сырьевыми придатками настоящего Запада. Независимыми партнерами на международной арене быть трудно. Также трудно балансировать общественные противоречия внутри страны. Но при должной квалификации управленческих структур это дает потрясающий результат. Как Су-35, который потому оказался сверхманевренным истребителем, что статически неустойчив, а значит строк в управлении. Выбор улеметрофов невелик. Либо принимать статически неустойчивую полеидеологичную систему, воспитывать соответствующие управленческие кадры и выстраивать суверенную политику в рамках возможности, диктуемых весом, размером и географическим положением, либо становиться в очередь на прием в империю, все равно в какую, и ждать, возможно, несколько десятилетий решения своей судьбы, имея в виду, что в конечном итоге можно получить отказ и так и остаться наедине со своей непроданной, никому не нужной любовью. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования «Богатство, единство и непроданная любовь» Это была вторая часть статьи.